МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Насколько мы никто не знаем, что сейчас было и что там можно сделать. Поэтому, если вы хотите, чтобы мы что-то такое сделали, обратились или что-то рекомендовали, нам нужно понимать ситуацию, как это выглядит. Захватили в плен военнослужащих армянских. Дальше что происходит? Какие-то структуры армянские как-то... Или представитель Международного Красного Креста в Армении, Красного Полумесяца в Азербайджане доступ имеют к этим пленным? Встречались. Ну, уже хорошо. Следующая проблема какая? Значит, армянские семьи хотят, чтобы пленных освободили. Теперь так. Значит, там еще такая история. Вот мы как раз... Мы сейчас вокруг этих Женевских конвенций только-только и ходим, потому что смотрим, что там полезного. Значит, боевые действия закончились? Закончились. Значит, страна, которая взяла в плен, обязана по Женевской конвенции депортировать пленных на родину. Надо писать главе, ссылаться на конвенцию главе Азербайджана, что ты, брат, пожалуйста, вот у нас конвенция. Не, ну суд это в суд. Это долгая история. Но они долго реагируют. И это должны же быть индивидуальные жалобы. У нас опыт по ситуации. Мы ищем, пробуем, смотрим, что должно быть, кто должен выполнять. Пытаемся дергать, пытаемся обращаться, пытаемся там что-то делать. Понимаете? Поэтому потом у нас всегда есть контакт с другой стороной. Такой не было войны, чтобы у нас не было контакта с другой стороной. Поэтому как бы нам в этом отношении проще, потому что мы понимаем, что происходит, мы знаем, что у нас думают наши коллеги в другой стороне, с которой воюют. Поэтому как бы тут немножко проще. Вот в таких случаях я обычно обращающимся ко мне говорю, пришлите мне ответы. Либо неправильно была просьба, либо ответ какой-то нехороший. Я не представляю, как можно было отдать пленных и не взять своих. Это не по конвенции Женевской. Это не по международному гуманитарному праву. Когда вот так вот странно все это выглядит, то тут даже не знаешь, не знаешь даже, что сказать. Потому что этого не может быть. Понимаете? И тут, если понимать, во что это все уперлось, да, вот как это, почему? Потому что никакой суд там тоже... Я не помню наизусть вот это. Это надо посмотреть, вот эту конвенцию, касающуюся военнопленных. Хорошо, суды. Существует история с амнистией. Существует история с отправлением на родину для исполнения наказаний там. Что? Какая проблема? Почему Россия будто может из Америки просить, чтобы его вернули? Он здесь будет досиживать, да? А почему Армения не может своих военнослужащих так же точно требовать, чтобы... Осудили, осудили. Хорошо, будут здесь сидеть. Какая проблема? Но в принципе, значит, обращение нужно делать публично. У вас нет цензуры. Значит, надо обращение к главным государствам. Вот и всё.